Добрый вечер, дорогие господа! Несколько моментов, которые хотелось бы сразу сказать, что вся сегодняшняя цифровая фотография, она базируется на достижениях прошлого, и все, что в культуре было найдено, оно современными фотографами либо перерабатывается, либо обрабатывается, фотошепится и так далее, либо опровергается, но в любом случае только в изучении культуры собственного народа мы можем подчеркнуть материал, который нам раскроет нашу действительность так, что она станет весной. Без общества, которое строится как бы без памяти, оно очень сложно между собой, люди могут ужиться. Было очень много социальных экспериментов, которые ставили и на конкретных обществах, и писатели-фантасты описывали ситуацию, когда какие-то инопланетяне прилетают, Абрамовы, которые прилетают, делают копии городов, выбирают самые лучшие города на планете, по их мнению, и куда-то в космос переносят готовые, самые лучшие, лучшие пространства для жизни человека. И дальше они заселяют сюда населения, а получают войны, получают диктатуру, получают переворот, потому что люди, которые имеют идеальное общество, но лишены собственной памяти, Общество, оторванное от корней, оторванное от культурного базиса, от слоя, оно является как дерево без корней, нежизнеспособным, деревянным, умирающим. И фотография, что бы мы ни говорили, это вещь прикладная, она прикладывается к нашим чаяниям, думам, к размышлениям, к тому, чему мы себя посвящаем. Нету идеального фотографа. Я искал, ключ к идеальной фотографии. Нету. Нету его. Фотограф – это, скорее, человек, который своей жизнью живет таким образом, что он не может не реагировать и свою сенсорику не оставляет без наследства. Он перерабатывает все, что он чувствует, думает, размышляет в какой-то графический символ, кодируя действительность, перекладывая это на определенный образный язык. Фактически фотографы, как журналисты, как писатели, они переводчики, они переводят то, что познают, на язык образов, понятных другим людям. Вне зависимости от местоположения, вне зависимости от страны, континента, культуры, люди видят образ и реагируют на них. Но именно через их культуру, через их мировосприятие они могут считать из готовой фотографии либо одну, либо другую. И возвращаясь к Федоскину, к Палиху, к нашим народным промыслам, которые богаты красками, богаты символьной системой, богаты своим эстетическим чувством. Это всегда линия, это всегда изысканность, это всегда что-то невероятно трогающее, украшающее жизнь. Посмотрите, насколько традиционные культуры народов прямо противоположны нынешнему саморазрушающемуся миру. И в том мире, входя в цифровую эпоху, мы, с одной стороны, все время должны думать о развитии технологий, о том, как их освоить, с другой стороны, по возможности уделять этому не больше 10% своей жизни. Вот как только переходят, это знаете, как банковский кредит. Если больше 10% от прибыли, это накладные расходы, очень тяжело нести, нельзя брать больше 10% от своих стабильных приходов. Точно так же и здесь нельзя посвящаться технологиям очень много, иначе они начинают захватывать человека и пожирать. Вот вопрос, а чему посвящаться? У нас есть всего лишь 24 часа времени, и вот из этого времени мы 8 часов хотелось бы поспать, если получилось. Еще сколько-то времени хотелось бы уделить семье, которую не видишь практически. Обязательно работа заберет у тебя большой кусок жизни вместе с тобой самим. И вот оставшийся промежуток времени, чему посвящаться? Вот это тот самый редкий момент, когда мы должны вспомнить о названии увлечения. Да, как в Советском Союзе это называлось? Хобби. Хобби, да. В Советском Союзе, да, именно так. Да, именно увлечение, именно то, чем мы занимаемся, когда я это говорил, в свободное время, а на самом деле по жизни. Вот чем, что нас трогает, в то мы должны вложиться. А теперь как сюда фотографию привезти? Фотография нам поможет то, что мы любим, познать лучшим образом. Распознать то, что мы из малого количества времени не успеваем додумать. Вы помните, в Парагюнте есть такая страшная сцена. Вот он выходит с корабля, идет, а за ним катятся маленькие черные шарики. Он пугается, начинает убегать от них. Они катятся. Он бежит в панике, а они за него догонят. И остановился. Кто вы? Мы твои недодуманные мысли. Дети твои. Знаете, страшный образ. Но вот когда начинаешь задуматься, что недодуманная мысль, она повисает где-то и продолжает воздействовать на тебя. И до тех пор, пока ты ее не додумаешь, она занимает ячейки твоей цифровой осознанной памяти. И все время, возвращаясь к мысли, которую ты хотел бы додумать, мы можем еще и посмотреть, в каком ключе мы будем обдумывать эту мысль. И не забыть проверить, а какая это мысль? Какие нас мысли посещают? Какие у них характеристики? Они светлые или темные? Они контрастные или мягкие? Они насыщенные или обесцвеченные? Я привел только фотографические параметры. Но как это богато оценивает нашу жизнь, описывает нашу жизнь? Представьте себе, что мы начинаем думать и контролировать свои мысли, возвращаясь периодически в своем сознании к самооценке того, о чем мы думаем и как мы это думаем. Потом к самооценке того, что мы говорим, как мы общаемся с окружающими людьми, как мы обращаемся к окружающему миру. Если мы заметим... В фотографии есть понятие, чудное понятие, негатив. Негативно-позитивный процесс. Это открытие было сделано не так давно. В нашем человеческом обществе. И, собственно говоря, когда удалось запечатлеть, схватить на каком-то материале свет, то смогли сделать именно негатив. И чтобы... А негатив это перевернутые цвета. То есть то, что было белым, стало черным. То, что черное, становится белым. И вот для того, чтобы получить обратную картинку, нужно сделать второй шаг. Еще один негатив с негатива. Мы берем пленочку с перевернутыми цветами, снова просвечиваем светом и получаем отпечаток с правильной информацией, которая нас радует. Перенесем это на свою собственную жизнь. Мы получаем огромное количество негативных слепков с нашей действительности, с нашей жизнью. Мы погружены в негатив, который идет из телевизора, который идет из всех цифровых каналов, из интернета, из общения с уставшими окружающими. И вот этот негатив мы, как фотографы, должны снова заложить в увеличитель и перевернуть, сделать с него позитив. Переработав весь негатив внутри самих себя. А кто будет кроме увеличителя? Сами себя. Вот именно. Есть две вещи. Отличный вопрос. Помните, что там проходит через эту пленочку? Свет. Свет. Без света мы, как увеличитель, мертвое железо и стекло. Только когда мы принимаем в себя свет и пропускаем через себя свет, весь негатив у нас перерабатывается. Ищите источник света. Библиотека. В том числе. Библиотека – это источник просвещения. Там есть уникальные возможности у человека. Он может там тоже найти литературу разного характера. Но именно просвещая самих себя и вводя свет в свою жизнь, мы начинаем получать критерии оценки собственной жизни. Критерии оценки того, о чем мы думаем, что мы смотрим, что мы читаем, что мы изучаем. Вот этот вот свет – это ключевое понятие. Он может идти из пространства к нам, отражаться и попадать к вам. Так вы видите меня. Так устроен мир. И цифровая фотография, она устроена таким образом, что когда на матрицу попадает свет, а матрица – это такой кристалл вылеченный, на одной единственной в мире платформе в океане, потому что там отсутствует пыль. И вот все матрицы делаются на этой платформе. Кристалл, который растет, и у него в ячейки, когда свет попадает, возникает электрический ток. Дальше мы подводим к этому месту компьютерную систему, и она снимает разницу потенциалов. Вот она знает, что если очень много света пришло, вот максимальный электрический ток выработался, если нету, значит ничего нету. Пустая ячинка не получила света. Если пришел свет от какого-нибудь серого предмета, ровно по середке между черным и белым, то значит 50%. Для фотографии это ключевое понятие. Я сейчас поясню почему. Все наши фотоаппараты, включая наше мобильное устройство, они имеют систему экспозиционного замера по серой 50% картине. То есть ровно по середке. Вы замечали, что иногда фотографируете, а получается темно. Много света было, а получилось темно. А в другое время фотографируете темно, а там пересвет. В театре сфотографировали, все лица выберены. Все актеры в серых костюмах и с белыми лицами, на которых ничего нет. И все так смазано. Потому что длинная выдержка получилась. Автоматика, в отличие от нашего сознания, не распознает, что перед ней находится. И сколько лет уже прошло цифровых исследований. А вот эта система оценки того, что мы видим, и переработки этого, понимания этого, какие цвета, какие тона, и к чему, для чего мы это видим, вот это только присуще человеку. Эти электронные системы, которые сейчас развиваются на основании анализа того, что человек думает, как он думает, как он может прореагировать и принять решение. Уже современные системы точной экспозиционной наводки, они в профессиональных камерах сделаны следующим образом. Погружено было в компьютер несколько миллионов, если не миллиардов фотографий, самых лучших, сделанных фотографами в разных условиях. Проанализированы контуры объектов, проанализированы световые условия. Компьютер сделал усредненные выводы. Дальше мы закладываем на нашу пластинку множество сенсоров. Мы берем не за одной точки, как раньше. У нас вот в Зенит была прекрасная камера. И там, когда появился сенсор, была точечка, точечный замер был. Приблизительно в центре поля. То сейчас эти сенсоры берут замер по всей матрице и усредняют значение. Делают среднеарифметическое. Так получается более сбалансированная фотография. Но если все точки пришли черные или все белые, все равно получается промах. Только человек обладает эстетическим чувством. Реагирует на все. И здесь мы снова вернемся к нашим народным промыслам. Потому что народные промыслы, они воспитывают наше эстетическое чувство. Они нас питают ощущением полутонов, оттенков, характера изображения. Что такое изображение? Давайте расшифруем это слово. Изо-бражение. Из-о-бражение. Преображение еще. Спасибо. Такое слово. Да, говори. Там слово изображение, слово есть изо-бражение, как бы изобразительное искусство, и ображение. Как выглядит сам человек? Образ. Молодчиничка. Очень точное замечание. Давайте поаплоденцам. Прямо в том, просто идеально. Устание младенца глаголит истина. А вот аппаратом фотографа не всегда глаголит. Нам надо приближаться к этому. Понятие образ очень сложное понятие для понимания. Одно из самых сложных понятий. Потому что мы все говорим о том, какой образ у человека, какой образ у предмета, какой образ у нас в книге. И вот что такое образ, определить достаточно сложно. Но это раскрывается через нашу славянскую культуру, в которой был термин образ, который в переводе на русский язык со славянского означает картина. Теперь более понятно становится. Все. Мы картину делаем. Если мы вот это понятие переведенное в картину прикладываем всегда, когда мы что-то не поняли об образах, о чем идет речь, оно все тут же расшифровывается. Изображение. Мы из образа исходим, мы из него вытаскиваем информацию. И мы питаемся этой информацией. Мы украшаем нашу жизнь дивными картинами. Чем больше глаз человека смотрит на красивые картины, тем больше настроения имеется. У нас чувство другое становится. Характер иной. Мы из картин черпаем 80% информации. И даже если мы возьмем книгу, то читая ее, пока мы не вникнем в текст и у нас не начнет рисоваться образ, мы можем листать эту книгу в бесконечность. Отсутствие совпадения пространственной позиции автора с позицией персонажа. Это очень интересно. Я хотел бы вам еще следующую тему нарисовать. Я как лектор сегодня занимаюсь изобразителем искусства в пространстве. Я рисую картины по фотографии. Хотя фотография сама по себе когда она готова, она быстрее говорит человеку, чем долгое описание фотографии. И мы видим сразу фотография хорошая или плохая. Потому что у нас есть критерии оценки того образа, который перед нами находится. Берем цвет. Обратите внимание, вот этот цвет сейчас белый. Здесь есть еще один светофильтр. желтенький. Но он так немножко желторозовым смотрится. На самом деле он по спектру совпадает с этими лампочками. У нас у фотографов есть такое понятие цветовая температура. Кто слышал о балансе белого? Поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик гулять. Очень много. У нас девять человек подняли руки. Где-то почти треть аудитории, даже больше. Значит, треть. Значит, у нас получается так, что четверть. 40 человек. Значит, здесь у нас вся наша цифровая техника сейчас для того, чтобы картинка получилась похожая на то, что мы видим глазом, должна быть настроена по балансу белого. Был такой ученый, звали его Фаренгейт. Он придумал шкалу, как померить температуру. Был спустя некоторое время другой ученый, который задался целью определить, хоть как-то измерить цвет присутствующего света. И вот эта цветность света, он пытался найти какой-то предмет в физическом нашем мире, который бы в разных условиях давал один и тот же результат. И его можно было делать каталоном. водичка живительный напиток. Вот. Значит, так метр существует в природе совершенно конкретный и от него делаются все линейки, все измерительные приборы плюс-минус измеряются с этим существующим эталоном метра. Так вот обнаружил Кельвин, что если нагревать металл, то при определенной температуре, которую он замерял по шкале Фаренгейта, металл становится одного и того же цвета. что бы не было, но вот при этой температуре один и тот же цвет получается. И так выяснилось, что можно построить шкалу изменения относительно цвета металла, который становится сначала красным, потом желтым, потом раскаляется до белок, и при повышении температуры физической начинает гахеть синим пламенем. Вот это понятие горе, оно все синим пламенем, оно отсюда. Это значит предел, очень большая температура, при которой невозможно жить. Там просто все перегорает. Запредельные условия. Вот у нас такими запредельными условиями является синий цвет на грани фиолетового, на грани перехода в невидимый спектр. Ультрафиолетового света. А чуть раньше красного по спектру видимых цветов у нас находится инфракрасный. Тоже невидимый глазу свет. Все животные ночного видения смотрят в этом спектре. У них просто сенсорика сдвинута по шкале восприятия существующих лучей. И таким образом они прекрасно ориентируются в темноте, но когда приходит день и в природе нашей присутствует огромный поток спектра сдвинутого для них, они слепнут, они просто не могут в нем сориентироваться, потому что их аппараты предназначены для восприятия. И вот вся шкала наших цветов, она укладывается как раз в видимом спектре от красного до фиолетового. Обратите внимание, какие цвета, основа черная, да? А большинство цветов в нашей культуре присутствуют красных, желтых, солнечных, зеленые. если зеленые цвета, они сочные. У каждого цвета есть своя символика, символы зеленого цвета жизни. Да? Да? А смотрите, нету черное, а похоже на яркий солнечный день. Вот к чему я вам все это и рассказывал. Что у цифровой фотографии есть предел восприимчивости по спектру. И выше световой температуры, чем белый дневной свет, дальше начинается синий и дальше становится черным. Когда мы снимали на пленку, у нас был уникальный фокус. В яркий солнечный день мы надевали всего лишь красный фильтр, и небо у нас становилось черным. Мы срезали спектр красный, все пропускали через красный фильтр, и у нас небо становилось черным. Хотя много света, а по спектру синее вышло, все, провал, не пришел свет на пленку, нечем засветить пленку. Вот такие уникальные вещи я вам приготовил к сегодняшнему дню. На всякий случай я вам скажу, спектр желтого света мы меряем 3800, спектра свечи, которая такая красно-желтая, меряется 2500, а дневной света 5500, 5600. И если вы на своих цифровых автоаппаратах поставите вот эти параметры, не в автомате будете снимать, а поставите либо конкретный значок солнышка, когда солнечная погода, или значок лампы накаливания, если вы снимаете в таких условиях, как сегодня, то фотоаппарат сдвинет спектр, и фотографии будут здесь получаться не желтенькие, а чисто белые, как будто бы здесь светило солнце дневным белым светом. То есть на желтый фильтр аппарат наложит синий. И сдвинет, и получится из такого цвета вот такое освещение. Разницу мы сильно видим. Я вам как практический совет сегодняшнего нашего занятия рекомендую в своих камерах использовать, начать пользоваться специальными настройками цвета. И вы удивитесь, насколько красивее станет ваш мир. в некоторых мобильных устройствах есть функция, которая позволяет подкорректировать цвет. У меня пришли дети из второго класса на занятия и говорят, ой, а мы вам портретиков наделали. И так дают телефон, я смотрю, хорошо снято, так, ничего. А потом приходят другие и говорят, ой, смотрите, а мы здесь функции имеем. И показывают уже портреты в стиральных машинах, с пузырями, еще с чем-то. То есть, есть вещи, которые веселят, а есть вещи, которые ценны. Это самое ключевое. вот эта культура, она дает систему ценностей и она радует, возникают в сердце радостные чувства, эстетические, чувства прекрасного. А современные надо корректировать. Спасибо. Спасибо, Владимир. Спасибо всем вам. Я надеюсь, что мы с разных сторон показали вам, приоткрыли завесу того, на чем мы можем поразмыслить, что нам в помощь, насколько важно народное искусство, насколько важно цифровое искусство. Все важно в меру. И спасибо вам большое. Поэтому мы хотим оставаться в меру дозированными. Информации было много, она была интенсивной. Вы молодцы, мы молодцы, все молодцы. Праздник прошел шикарно, так что спасибо. Спасибо. Звучит Продолжение следует...